Дмитрий Жданюк Ваш день начался сегодня с открытия уличного катка. Наверняка в такие моменты вы вспоминаете детство, как-то катались на таких открытых площадках. Какими были ваши первые шаги на льду? Ну, сейчас приходится уже закатывать глаза и говорить, как давно это было. Но я очень хорошо все это помню. Я помню, что все равно все время было холодно. Я мерз. Я помню, что у меня были такие смешные чехольчики на ботинке, такие шерстяные, как ножки такие были. Я помню, что при этом мне нравилось кататься на коньках, пар изо рта. В общем, такие воспоминания первого турнира. Первый турнир моей жизни был в городе Тула под Москвой. Звездочкой он назывался. Тоже на открытом катке. Говорят, что у вас не было выбора в плане занятия по жизни. Ведь фигурное катание очень любит ваша мама, Юлия Марковна. Еще до вашего рождения было все предрешено, что если родится сын, вообще кто родится, будет фигуристом. Ну, действительно, вы все правильно сказали. Действительно, бум фигурного катания, но сейчас тогда это было слово не бум, а популярность, была гигантская. Это еще речь идет о советских временах, советской эпохе. В общем, это было благодаря выдающимся выступлениям Ирины Родниной, Александром Зайцевым, Людмиле Лопаховым, Александром Горшковым. Ну, в общем, целой плеяды выдающихся фигуристов. Вот потом нам удалось проектом летникового периода, в общем, создать такую уровню популярность. Когда туда пришли еще и олимпийские чемпионы, и вот благодаря этому новый виток, и сейчас по-настоящему бум фигурного катания, и многие, кто пришел, пришли уже благодаря телевизионным проектам. Так что вот такая вот история. Интересно, если у вас в детстве все-таки был бы выбор, какой вид спорта бы выбрали, потому что ваш брат стал фехтовальщиком. Ну, да, но мама нас так подталкивала к таким индивидуальным видам спорта. И фигурное катание, и фехтование – это все-таки вид спорта такой индивидуальный. В общем, я бы с удовольствием был бы и в командном виде спорта. Я думаю, что мне ближе футбол, и ближе, ну, может быть, футбол, хоккей, они мне понятнее. В какой команде вы играли? Ну, я сейчас уже, наверное, не могу сказать, но по большому счету я всегда катался за Динамо, представлял общество Динамо, и, наверное, мне как-то это буква «Д», она легла на меня. Если бы не спорт, то кем бы был Илья Увербух? Если бы не спорт. Не знаю, может быть, еще глубже был бы в бизнесе, наверное, какой-то открыл бы свое дело и тащил бы его. Я думаю, что, наверное, ближе к этому. Такой вопрос слегка необычный. Про многих из нас в интернете, да и не только в интернете ходят немало небылиц. Вот одна из них, слышал, что вы однажды переутомились настолько, что сели за руль и только потом осознали, что на вас коньки. Правда или неправда? Ну, это частичная правда. На самом деле, я, конечно, не было такого, что я не понимал, что я в коньках, но было небольшое расстояние, и было действительно, есть слово такое, влом. Была очень усталость, и я подумал, что я доеду в коньках, вот там буквально был километр проехать. И действительно было смешно, что судьбоносно меня остановил ДПС сотрудник, хотя я там буквально на трассе ехал очень медленно, видимо, потому что коньки и педали, я боялся промахнуться, не на ту педаль нажать, вместо тормоза на газ, и ехал очень медленно. Меня остановили, почему так медленно ешь, там 40 километров в час. Ну, я уже, когда остановили, я думаю, ну, для смеха выйду, я вышел в коньках. Ну, правда, сотрудник не очень был рад этому, но, правда, не прописано у нас нигде, что за это надо штрафовать, что нельзя ездить в коньках. А так, я думаю, я был бы оштрафован. То есть сотрудник ДПС вас не узнал? Ну, он узнал, но он все равно узнал, не узнал, почему вы в коньках ездите, у нас закон для всех один. Хорошо, давайте теперь о спорте поговорим, о спортивной составляющей вашей жизни. Вы брали медаль на Олимпиаде 2002 года, выиграли чемпионат мира, выиграли чемпионат Европы. Какая награда для вас самая важная и почему? Я думаю, что все-таки это, наверное, две медали, потому что, несмотря на то, что олимпийская медаль, она серебряная, а все мечтают всегда о золоте, но все-таки мы ехали на чемпионат, на Олимпийские игры далеко не в ранге фаворитов. Ехали с лучшим результатом в своей карьере, третье место на чемпионате мира. Вообще в нашей копилке есть и золото чемпионата мира, и серебро чемпионата мира, и бронза чемпионата мира. Но вот тогда мы еще ехали бронзовыми призерами, и на Олимпиаде мы показали свое лучшее катание, и показали свой лучший результат за всю историю нашего выступления. Поэтому на главном старте мы выстрелили и сделали больше, чем могли. Я думаю, это ничуть не меньше, чем взять золото, потому что выступить на главном старте максимально, это очень-очень сложно. Но поэтому серебро, конечно, очень с таким для нас золотым отливом. Такая медаль, как чемпион мира, чемпион мира, конечно, она очень ценна, и она случилась сразу после Олимпиады. Это было как бы еще одно подтверждение, что успех на Олимпийских играх был не случайен. Поэтому вот эти два старта, конечно, я бы выделял. А вообще нам удалось выиграть все турниры, которые есть в фигурном катании, и финалы чемпионской серии, и гран-при, и этапы, и на чемпионате Европы. Мы также много медалей, там, несколько раз бронзовыми были, три раза, по-моему, или четыре, и серебряные. В общем, все было в карьере, но за исключением одной медали золотой. Век спортсменов вы короткий, когда вы поняли, что все, пора заканчивать со спортом? Ну, у нас не был короткий век. Вообще в танцах на льду он длиннее, конечно, чем в одиночном катании, и в парах он намного еще больше длиннее, чем в танцах. Но я завершил карьеру, когда мне было 29 лет, то есть, в принципе, для танцев это даже достаточно рано, потому что танцоры катаются и дальше. Поэтому, ну, в общем, до 30 лет, считайте, это длинный большой век спорта у меня. Короткий он сейчас у одиночников, особенно у одиночниц. А с чем вы это связываете? Ну, спорт молодеет, спорт поднимает очень высоко планку, и очень сложно держать такую высокую планку на одном уровне без таких резервов. Поэтому молодым везде у нас дорога. То есть, получается, в парном катании в разы проще, чем в одиночном? Дело не в этом. Просто, если мы говорим про танцы на льду, то здесь еще важна, наоборот, уже эмоция взрослых людей. Здесь очень важно, чтобы в паре были отношения людей, которые уже прожили определенную дорогу. Здесь техника катания, которая не зависит от тех физических нагрузок, которые нужны исключительно в молодом возрасте. Поэтому в парах и в танцах вполне возможно кататься до 30 лет. А в одиночном катании, где нужны вот эти запредельные прыжки, запредельные высоты, четырехоборотные прыжки, это огромные перегрузки, это огромная физическая нагрузка на тело, на ноги, это высокая травмоопасность. Поэтому, конечно, здесь все очень помолодело. Вы еще первый человек в России, который поставил свое ледовое шоу. Дело было в 2004 году, называлось оно «Ледовая симфония». Сложно ли было все дело это организовать? Да, сейчас, конечно, когда, ну, просто тоже очередной, в общем-то, бум ледовых шоу. Шоу очень много, практически все время какие-то разные проекты. Я уже, наверное, как бы смотрю немножко свысока, с лет, но не свысока там качество. Я смотрю, как кто, что делает. Я, в общем, сначала где-то, наверное, переживал, потому что долгое время мы были абсолютно одни на рынке и тащили на себе это бремя развития ледовой индустрии в нашей стране. Но сейчас я искренне рад этому, потому что действительно все качество, уровень того, что нам удалось сделать за эти годы, а уже 16 лет, с того момента, когда я первый сделал ледовое шоу, показывает, что на данный момент ледовые шоу, ну, как минимум 2-3 ледовых шоу, которые есть в России, они абсолютно находятся хедлайнерами в мировом пространстве ледовых шоу. Нигде в мире нет подобного уровня и с точки зрения технологий, и с точки зрения выступающих артистов таких ледовых проектов. Поэтому я счастлив, что мы, как говорится, разогнались. Тогда, когда все это начиналось, это было достаточно сложно все и организовать, и, главное, купить, и чтобы зритель поверил, и чтобы дать то качество, которое зритель хотел. Я все время рос, я все время менял форматы. Появился телевизионный проект, появились гастрольные туры, появились спектакли, новогодние спектакли. Спектакли для семейной аудитории, для спектакли, которые выдвинуты были на ряд премий, которые мы показывали за рубежом, такие как Ромео и Джульетта, такие как Кармен. Это уже, ну, это уже близко к искусству. Я все равно использую слово «близко», потому что, конечно, ледовый формат, он такой между шоу, между цирковым форматом, между драматургией, спектакля. Нужно искать все время вот эту середину, этот консенсус. То есть конкуренции с другими ледовыми шоу вы не боитесь, и, наоборот, это хороший способ простить? Нет, уже это прошли, да. Нет, сначала было просто опасно, и сказалось, что рынок любителей фигурного катания, вот он такой маленький, да, ну вот его хватит на одно шоу. Оказалось, что совсем нет, и тут не надо нахваливать самих себя и говорить, там, у меня самый лучший, у кого-то самый лучший. Все шоу должны существовать на коммерческой основе, по крайней мере, мой проект существует исключительно на такое. А что такое коммерческая основа? Это, значит, зрители, которые приходят и голосуют, покупая билет. На эти деньги ты делаешь новую программу, или на эти деньги ты продолжаешь жить. Если зрители перестают ходить на твое шоу, то ты можешь тужиться и перетужиться, фотографировать себя любимого в инстаграмах, выкладывать кучу фотографий. Но если тебя нет в пространстве, значит, значит, зритель не ходит. Если все шоу существуют, если они есть в каком-то своем, кто-то нашел свою нишу в тот или иной период, значит, все востребованы, значит, у всех все хорошо, значит, все должны жить. Касательно вашего шоу, сколько времени проходит от идеи до конкретики? Ну, опять же, какая задача стоит? Нет, если сейчас идет большой гастрольный тур, для которого я сделал новую программу, здесь порядка месяца мы придумывали, как это все соединить, но это не требует дополнительных костюмов, декораций, решений, световых решений. Если говорить о спектаклях Кармен или Ромео Джульетта, то практически год от того, что я решил разрабатывать эту тему, проходит, потому что это разработка сценария, это адаптация ролей под тех фигуристов, которые у меня есть, это разработка концепций, декораций, написание музыки оригинальной, разработка световой партитуры, то есть это костюмы, естественно, это большая машинария, сценография, все это, 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 это большая работа. Долгие ли репетиции? Саму хореографию я ставлю достаточно быстро, это для меня, наверное, самое простое, потому что это последний этап, когда я уже за каждого героя прожил жизнь его, я уже почти понимаю, что, куда я буду делать, там уже ребята сами подключаются, предлагают какие-то свои варианты, поэтому репетиционный период примерно вот уже на льду занимает там около месяц-полтора, это не так сложно. Все самое сложное, это когда ты на бумаге придумываешь, придумываешь, перечеркиваешь, опять придумываешь, ищешь темпоритом, это, можно, конечно, просто все сделать очень ярко, красиво, но мне этого мало. Действительно, ли приходится репетировать по ночам, потому что ледовые арены, все расписано по часам буквально, и только вот свободное окно, когда все спят. Я хочу сказать, что это вообще большая наша проблема, потому что мы, в общем, где-то, у нас нет такой своей базы, и для постановки спектакля это тоже очень сложно, потому что ты, в основном, все придумываешь заочно, и потом за несколько дней, когда уже все выстроилось, ты на площадке работаешь. Действительно, в основном мы репетируем ночами, потому что, несмотря на большое количество сейчас ледовых аренд, которые появились, они или очень дорогие, что это просто очень сложно тянуть такую аренду, или просто нет времени свободного, поэтому вот на данный момент история такая, что мы творим вот так, в таком формате, по ночам. Всегда было интересно, как в день выступления все происходит, ранний ли подъем, во сколько приезжаете на место проведения и так далее. Ну, мы все-таки не живем в спортивном режиме, да, когда уже накануне премьеры, там дня 3-4 практически сна нет, все время нон-стоп репетиции, ребята одни уходят, другие приходят, но это такое, когда спектакль на выдаче находится. Когда уже спектакль создался, это уже, в общем, рабочая история, и через какой-то период времени все становится на места, но я горжусь тем, что спектакль и Кармен, и Ромео Джульетта, такие флагманские проекты, были показаны каждый уже не менее 500 раз в различных городах, странах, на различных площадках, например, в Италии, на арену до Верона, в этом колизее, историческом колизее показывали мы Ромео Джульетта, допустим, в Вероне, Ромео Джульетта, 10 тысяч итальянцев, которые смотрят, мы перевели нашу программу на итальянский язык с итальянскими вокалистами, это было потрясающе. Сейчас показывали спектакль Кармен в Дортмунде, 10-тысячная арена, три спектакля, она все время переполнена, это потрясающие эмоции. Ну, конечно, и говорю еще суммарно, в общей сложности мы показали спектакль и в Сочи, и в Москве, и в Минске, и в Казахстане. Сейчас, боюсь, что-то не упомяну, больше 500 раз каждый спектакль. Санкт-Петербург, естественно, летом большие гастроли. В общем, планов очень много. В этом году я еще сделал спектакль «Шутовская свадьба», который был показан в Мальте. Понимаете, улица, центральная площадь, столица Мальты и 3000 человек, которые пришли. К сожалению, правда, пошел дождь, но все никто не уходил, все смотрели. Спектакль под открытым небом, времен, рассказывающий о истории нашей страны. В общем, мы действительно делаем очень много-много всего. Как я понимаю, на Мальте лед пластиковый был? Нет, на Мальте был настоящий лед, морозильники мы морозили, показывали. Это было в декабре, было достаточно прохладно. Для мальтийцев этот лед тоже был определенной сказкой, потому что ничего подобного не было. Но быть первым российским проектом на Мальте – это очень большая гордость. Всегда было интересно, как удается держать в тонусе себя и участников шоу, потому что каждый день спектакли, часто в разных городах. В первую очередь, мне уже не надо их держать в тонусе, потому что, во-первых, все профессионалы, и главное, что нас держит в тонусе – это зритель. Все понимают, что человек, который пришел к нам, он купил билет, он потратил свои деньги, он оказал нам доверие, решив, что свой вечер он подарит нам свое время, он хочет получить те эмоции и то качество, которое он должен быть. Я всегда об этом говорю, я всегда это знаю. Поэтому, опять же, мы 16 лет на рынке ледовых индустрий, поэтому, несмотря на то, что появляются все новые и новые проекты, мы продолжаем и такую же большую гастрольную деятельность, потому что зритель видит качество, и он выбирает качество, и он с удовольствием входит и на другие проекты, но мы всегда со своим зрителем, это очень важно. Но это очень легко растерять, если перестать относиться к себе требовательно и требовать от себя полной выкладки. А усталость? Отдохнем в другом месте. Хорошо. Мне кажется ли вам, что фигурное катание сейчас, к сожалению, отходит на второй план, потому что людей интересуют как раз-таки ледовые шоу и, к сожалению, скандалы, которых в фигурном катании довольно много в последнее время? Да, сейчас такое время, немножко скандально, скандальность легкая навалилась на фигурное катание. Я не могу для себя до конца ответить, хорошо это или плохо, потому что сначала я говорил исключительно, что это просто очень хорошо, чем больше, тем лучше, потому что такой интерес, и все это бурлит, это все хорошо. С другой стороны, иногда у тебя волосы становятся дыбом от того, что ты читаешь от этих бесконечных рассуждений, абсолютно дилетантских, каких-то понахватанных откуда-то. Люди выдают, зачем-то пытаются набирать эти бесконечные лайки своими достаточно примитивными статейками, которые засоряют весь интернет, и от этого тоже дуреешь и думаешь, господи, вот как же это-то остановить. Ну, наверное, не надо никаких искусственных вещей в любом случае сделать, и то придет, и это придет, и надо радоваться, что, в общем, все равно интерес к фигурному катанию есть, и, конечно, люди, которые истинно любят этот вид спорта, разбираются в нем, пытаются в нем разбираться, относятся с большим уважением к тем людям, которые работают внутри этой ледовой индустрии, и даже неважно, с какой стороны они работают, в каком лагере или так далее они работают, просто сначала надо относиться с уважением к каждому, кто работает в этом, потому что вы это обсуждаете со стороны. Вы не имеете полного права в данной ситуации знать все досконально, что происходит. Поэтому сначала я вас очень уважаю и деликатно высказали свое мнение. Вот такие статьи, такие мнения читать и одно удовольствие, и ты тоже относишься к ним с большими уважением. А когда человек, не понимая вообще, что происходит, сам никогда не стоявший на коньках, понахватался каких-то информаций, напридумывал себе какого-то мира, и потом это имеет наглость это выдавать, потому что потом кто-то перепечатывает, потом начинает бурлить. Профессионалы, которым есть чем заниматься, должны эту глупость опровергать. И это все не есть хорошо. Ярославль, вы не в первый раз довольно часто сюда к нам приезжаете сегодня, каток открывали. Вообще удалось ли сам город посмотреть? Какие у вас впечатления? Всегда очень светлые впечатления от Ярославля. И был какой-то момент, когда казалось, что как-то город так немножко поджался, но это город лет пять назад. Но вот сейчас, и вот сегодня, опять же, я был, я проехал через центр, я погулял по Кремлю. Я прям все время, если есть время, дышу городом. И несмотря на то, что сейчас зима, и может, там не такие чистые улицы, не весеннее настроение, очень здорово. И, ну, конечно, особенно центр. Такая прям жемчужина, жемчужина, куда хочется привозить гостей, куда хочется показывать. Вот такая, вот она Россия. Просто есть еще один устоявшийся штамп, который все время так или иначе фигурирует. Типа, ну ладно, Москва, вы отъехаете 100 километров, и все, там вообще кошмар. Это абсолютно неправда. Россия развивается, и развивается большими шагами. Вот, в частности, Ярославль. Конечно, не город, который недалеко от Москвы, но так или иначе, один из ответов того посмотреть. Да, конечно, все не идеально, и, конечно, везде есть проблемы, и хочется, чтобы все, все, все было быстрее, выше, богаче. Мы стараемся, каждый на своей вот этой штуке, на своей лесенке. Но, конечно, город очень производит приятные впечатления. Много раз сегодня вас ли узнавали на улице? Ну, в меру нормально. Не то, что я не могу пройти по улице. Ну, так очень деликатно просили автограф или хотели сфотографироваться чаще. Но еще приятнее говорили спасибо за то, что делаем. Но, опять же, говорю, то есть такого, что я выйти на улицу не могу, такого нет. Иду, иду, и слава богу. То есть вы спокойно относитесь к тому, что к вам кто-то подойдет, скажем приятные слова, автограф, фотография? Ну да, нормально. Ну, как, конечно, я никому не откажу и никому не скажу нет. Скажу всегда спасибо. Хватает ли у вас времени для того, чтобы книжку почитать, фильм посмотреть или все мысли только о работе, все мысли о предстоящих шоуах? Нет. Я сейчас, правда, увлекся не чтением, потому что, к сожалению, на чтение нет. Я все время за это переживал. Я сейчас, ну вот у меня как-то многие не воспринимают, а я очень хорошо воспринимаю на слух. Я увлекся сейчас аудиокнигами. И прям в запоем у меня одна книга летит за другой. Я практически ничего другого в любую свободную минуту, а так я вожу машину сам, я люблю ездить за рулем. Наушники я все время в этих литературных произведениях. Мне сейчас это очень нравится, такой мне момент. Но, конечно, времени на то, чтобы куда-то сходить, еще напитаться не хватает. Какую последнюю книгу вы послушали? От классики до современной. Если классику, я еще раз с удовольствием переслушала Евгения Онегина. Это прекрасно, это Пушкин, это фантастически льется все. Потом перелетел на книгу текст. Я не смотрел фильм, я хотел именно перенести все. Это вообще совершенно другая история. Потом опять перенесся в Соединенные Штаты 90-х годов. Книга, большая книга, источник, потрясающий роман по архитектору. Но там больше, конечно, не про архитектуру, а про две жизненные позиции. Сейчас начал читать Анну Каренину, читать, слушать снова. Захотелось вернуться и послушать Льва Толстого. Так, наверное, и черпаете вдохновение для создания новых ледовых шоу. Да, у меня параллельно встают картинки, я как-то возвращаюсь, иногда какие-то я пропускаю тексты. Ну, в общем, запой. Ну и, конечно, есть современная литература, и Цыпин прекрасно идет, когда хочется просто улыбнуться и пожить современной жизнью. В общем, читайте, слушайте, хотя бы сейчас слушайте. Ну и совсем скоро в Ярославле у вас тоже пройдет ледовое шоу. Скажите, пожалуйста, что интересного подготовили для зрителей ярославских здесь в Аварине 2000, что они увидят? Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех, потому что в Ярославле нас всегда принимают на ура. И вот я уже сейчас знаю, что у нас такое преданшлаговое состояние. Спасибо большое всем. Наверное, это связано еще и с тем, что, несмотря на заявленный состав, который я заявляю всегда и все знают и любят наших олимпийских чемпионов, которые входят в такую золотую команду мою за все эти годы, всегда есть те, кого хотели бы еще видеть из тех, кто только-только катается, и они всегда приезжают со мной. И для Ярославля особенно я стараюсь, потому что очень люблю ваш город. Сейчас уже могу сказать, что ярославцы увидят чемпионы Европы этого года. Диму Алиеву, который только что в Граце выиграл чемпионат Европы впервые. Мы этого уже 7 лет ждали, и он впервые в своей жизни эту медаль завоевал. Также будут чемпионы Европы парного катания 2020, которые выиграли в этом году ученики Тамары Москвиной. Также будет выступать Лиза Туктамышева, чемпионка мира, чемпионка Европы. Будут выступать танцоры Степанова Букин, Саша Степанова, Ваня Букин, бронзовые призеры чемпионата Европы. Саша Самарин, и созвездия, конечно, Леша Ягудин, Таня Татьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Доробязкова, Павелос Ванагас, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Оксана с Ромой Костомаром выйдет на лед. В общем, это будет долгое, но очень красивое ледовое шоу. Всех приглашаем, всех ждем на Арена 2000. И напоследок, каким вы себя видите через 15-20 лет все так же постановщиком собственного шоу или уже чем-то другим хотите заняться? Ни одним ледовым шоу я живу последние годы. Особенно я делаю сейчас очень много больших церемоний. Мне это тоже очень увлекает. Я был режиссером церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Я был режиссером церемонии открытия и закрытия универсиады в Красноярске. Это один из вообще таких знаковых проектов в моей жизни. Очень большой, очень трудоемкий. И это очень большая часть моей жизни. Я делал сейчас красивую церемонию открытия культурного форума в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра и маэстро Гергиев, труппа, прекрасная балетная труппа. Я к тому, что эти, допустим, три проекта вообще никак не связаны со льдом. Мне нравится режиссировать в различных пространствах и даже вне льда. И это меня захватывает. Я бы хотел сделать еще несколько такого плана проектов, которые бы меня еще дальше отдали ото льда, как бы это странно не звучало. Ну и сделать что-то такое очень фундаментальное на льду напоследок. Спасибо вам огромное за этот разговор. В проекте в тему был Илья Авербух. Посталовщик собственного ледового шоу, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, фигурист, чемпион Европы тоже. Меня зовут Дмитрий Жданюк. До встречи на Пираме Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова